Ну что ж, позвоним, позвоним сейчас. Смотрите, в принципе, просто я как бы, у меня денежки на руках, я, допустим, могу там к 11 часам подъехать, договор напишем, да я уеду. Это просто пиздец, у меня просто, блядь, я просто, блядь, в шоке, блядь, это вообще, насколько надо быть? Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня я хотел бы вам рассказать одну интересную и важную вещь, которую должны знать, в принципе, все, кто собирается покупать себе автомобили, особенно с пробегом. Дело в том, что существуют, как вы, я думаю, и сами понимаете, различные виды мошенничества и прочей нечисти, которая существует на просторах Авито, Автору и так далее и тому подобное. Об одном из разводов я сегодня вам расскажу, вообще, на самом деле, схема далеко не новая, и, честно говоря, ею пользовались, наверное, чаще всего года два назад. Сейчас я думал, что она угасла, но решил вот просто зайти на Автору и провести эксперимент. Может быть, мне все-таки что-то попадется, и кто-то занимается еще подобным. И я, в принципе, кажется, наткнулся на как раз-таки тот самый случай. Значит, смотрите, один из самых популярнейших разводов на, в общем-то, при покупке автомобиля с пробегом. Как это вообще все выглядит, я вам прямо сейчас с вами поделюсь. Опять же говорю, схема не новая, вы могли об этом где-то уже слышать, но все равно. Но предупрежден, значит, вооружен. Во-первых, всегда надо быть внимательным вообще везде, всегда никоим разе не скидывать никакие предоплаты, узнавать все-все-все про машину максимум. Быть даже лучше хорошо дотошным, то есть, да, просто спрашивать все, даже то, что указано, допустим, в объявлении, все равно все нужно уточнять всегда. Но самый главный и популярный развод, который существует, как оказалось, похоже, мы сейчас в этом это проверим с вами, до сих пор, как, вот, я даже не знаю, как это назвать. Ну, короче, смотрите, вот, допустим, Hyundai Solaris от 2013 года. Ставим поиск и видим по цене, значит, да, вот, ну, допустим, 2013 год, вот у нас пробег бешеный где-то, ну, 200, да, тысяч, ну, не то, что бешеный, я имею в виду, большой пробег довольно-таки, 200 тысяч, 150, 200 тысяч. Машины стоят около 340 тысяч рублей, 350, но мы видим, что 13 минут назад в Москве выложен Hyundai Solaris за 235 тысяч рублей 2013 года с пробегом 35700 километров. То есть, в среднем на 100 тысяч дешевле даже той машины, которая продается того же года, но с пробегом на 100 или даже больше тысяч километров больше, ну, вы поняли. Итак, заходим в объявление. Пока его еще, надеюсь, не удалили. Так, его что, удалили уже? Подождите, у меня открыт, вот, у меня осталась открыта закладка, подождите, вот это вот, поэтому здесь вот он остался. Смотрите, эти объявления стараются чистить, эти объявления стараются чистить, но тем не менее. В общем-то, в чем развод? Значит, вот продается машина, пофоткана со всех сторон, обычно это будет на фоне деревни какая-то или подобное что-то. Все нормально, машина сказка, просто вы видите, что она действительно в каком-то, ну, хорошем состоянии, все отлично, все зашибись. В комментариях обычно пишется, либо состояние безупречное, торг или еще что-нибудь, типа, все замечательно, там, один хозяин, все ТО по регламенту. То есть, такое минимальное описание и говорится, что все с машиной вообще прекрасно и вообще все замечательно, лучше некуда. Или цена из-за срочности или что-нибудь такое. То есть, в принципе, никакого даже намека на то, что машина действительно, блин, стоит на 100 тысяч рублей дешевле вообще нет. То есть, ну, просто типа так, может мельком написано быть, что из-за срочности. Итак, все, тут еще даже написано, что все вопросы по телефону доставка ПРФ. То есть, вот картинка последняя почему-то вообще взята из интернета. Как мы видим, да, мы не можем уже отсюда открыть это объявление, походу его потерли. Но я так как успел ее еще, да, его потерли, его только что стерли, это объявление, потому что, как я уже сказал, их удаляют. Так, сейчас самое главное нам попробовать, все-таки покажет он телефон. Блин, он не показывает телефон. Слушайте, вот они молодцы, они занялись за это дело, но тем не менее, на, за 15 минут это объявление посмотрело 124 человека. Я просто хотел на живом примере сейчас вам показать, что происходит дальше, набрать продавцу, и вы все сами бы увидели. Тогда я сейчас найду еще похожее, потому что эти объявления появляются прям постоянно, но, видите, их стараются быстро стирать. Сейчас я вам расскажу, как это выглядит сначала, а потом покажу на примере живом. Главное сейчас найти будет его. Значит, смотрите, что бы было, если бы я сейчас позвонил. Берет человек трубку, говорю, здравствуйте, да, допустим, там, продаете солярис? Да, 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 продается. Спокойным голосом рассказывает, что да, все с машиной хорошо, вот вынужденный ситуаций, там продают, да, цена такая, как указано в юбилене, 235 тысяч, все отлично, все хорошо. Я говорю, все, я сейчас бросаю все дела, и вот нахожусь там-то, там-то, сейчас выезжаю. На что мне должен ответить продавец автомобиля? Слушайте, вот сейчас вот помимо вас еще позвонил человек, наверное, 15, все хотят посмотреть, давайте вы хотя бы 10 тысяч мне на карту закинете, и тогда приезжайте, я машинку оставляю за вас. То есть вы понимаете, да? У покупателя появляется, значит, такое, ну, вы знаете, как, хочется купить машину, ебать, неужели? Халява, халява, наверное. И, в общем-то, хочется быстрее купить, и ты готов уже на все, и, конечно, человек с горяча может кинуть эти 10 тысяч рублей. Обычно просят небольшие суммы, от 5, там, до 20 тысяч рублей. Человек кидает сумму, и все. До свидания, никто потом трубки не берет. И вы представьте, что таких людей за буквально 15 минут могло быть, ну, штук 10. Штук 10 человек по 10 тысяч рублей сотка за 10 минут, просто так, за то, что ты выложил объявление с машины дешевой. А он еще и говорит, знаете, какую фразу, скорее всего, скажет продавец? Он скажет, я нахожусь в 60 километрах от Москвы, от Санкт-Петербурга, от Залупа-Сранска, от чего только угодно. И, типа, ну, пока вы доедете, пройдет время, а я сейчас, вот, вы денежку скиньте и выезжайте тогда, и я машину оставлю для вас. Вот такая обычная схема. Поэтому именно фон у нас на фоне деревень каких-то, вот, сфотканная машина и так далее. Так, все, сейчас тогда я быстренько начну шерстить по просторам автору и авито в поисках нужной машины. Как обычно бывает, это ходовые тачки по типу Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Volkswagen Polo Sedan, ну, что-нибудь такое. В общем-то, вот, обычно, те машины, которые по-любому будут звонить в ближайшее время и захотят купить. И машины примерно стоимостью от 200-300 тысяч до, ну, 600-700. Так что давайте я сейчас попробую сделать все возможное, чтобы найти объявление и успеть позвонить, в общем-то, по такому фейку и связаться с мошенником. А, друзья, также сделаю акцент, потому что многие могли увидеть, например, что я вот пропустил объявление за 270 тысяч, здесь, типа, машина 12-го года, 210 тысяч кентров пробега. Почему я на него не обратил внимания, я мотнул сразу ниже, чтобы сравнить. Потому что у нас была машина 13-го года с минимальным пробегом 30 с чем-то тысяч. И, собственно, то есть, вот, например, с 14-го года машина продалась. Ну, здесь, возможно, реально срочность, в принципе, цена, ну, хотя относительно завышена, ой, занижена, но неважно. То есть, я смотрел именно 13-й год, похожий пробег, машина стояла 235 тысяч, вы сейчас сами все видели. А здесь у нас стоит за 270, но машина старее, машина с пробегом 200 плюс тысяч, машина, как мы видим, даже по этим вот превьюшенным фотографиям покоцана, и плюс ко всему машина из такси. Ну, то есть, мало кто захочет такую машину брать из такси, все уже покоцано, поэтому 270 тысяч здесь все вполне нормально. Но мы только что видели, 13-й год, минимальный пробег, свежее, белое, вах вообще, Солярис, и еще и за 235 тысяч. Ну, как вы думаете? Конечно же, это обман. Все, я поехал, в смысле, не поехал, пошел шерстить. Надеюсь, что я сейчас что-нибудь найду, и мы дозвонимся до мошенника. Так, ребят, в общем-то, похоже, я нашел, шерстил сейчас все такие машины, которые довольно популярны на рынке, и, в общем-то, нашел Kia Rio. 340 тысяч, 6 часов назад она выложена. Здесь фишка в том, что машина стоит ненамного, как бы, дешевле, нежели, допустим, остальные аппараты, которые стоят здесь. Например, да, смотрим, 13-й год, 58 тысяч пробега, 340 тысяч. Казалось бы, да, на автомате, то есть вот у нас сейчас как раз выбрана именно такая модификация, 1.6, автомат. И смотрим, 13-й год, допустим, да, и 58 тысяч пробега, именно год, смотрим. 13-й год, 395 тысяч, да, допустим, стоит. Просто меня что-то смутило, что здесь описание прям, прям вот как нужно. Прям вот как нужно, гараздное хранение, сервисная книжка, первый владелец, не бит, не крашен. При этом она первая по списку идет, все как бы, все отпидориный салон, все нормально, все ТО пройдено, конечно, все замечательно. Даже вот здесь вот написано, что машина Kia Rio 4-летняя стоит, ну, примерно 470 тысяч рублей, а эта машина стоит 340. При этом объявление уже 6 часов висит, 160 человек его посмотрело. Я предлагаю все-таки по нему позвонить, потому что мне такое ощущение, что это как раз-таки тот самый случай. Потому что, ну, реально, если глянуть, 13-й год в более-менее хорошем состоянии, ну, вот 45 тысяч пробега, ну, какие-то они... Слушай, такое ощущение, что здесь все такие Kia Rio, они, видите, выставлены недавно. Вот из тех, которые стоят, вот реально, смотрите, автосалон продает, допустим, да, 12-й год, 105 тысяч пробега. Даже по этим фотографиям видно, что машина, ну, как бы не идеал. Вообще, фары все какие-то запотевшие, я не знаю, ну, то есть, вон, капот весь в каких-то жучках уже пошел, там, в сколах. Жопа битая, то есть, вот, реально, автосалон продает Kia Rio, 12-й год, 105 тысяч пробега, 410 тысяч рублей. Это, наверное, реальная цена. Но, блядь, простите меня, здесь машина выглядит намного лучше. 13-й год, как бы хочется сразу позвонить и купить. Поэтому мы сейчас этим и займемся, дорогие друзья, так что я вот уверен, что мы как раз-таки и нашли. Видите, не всегда машина стоит намного ниже, чем, допустим, вот как мы сейчас видели Solaris. Он, как вы видели, реально стоял прям за копейки по сравнению с другими. Это еще более-менее вписывается во все остальные, да, объявления, поэтому, наверное, его сейчас не удаляют. Но, если прикопаться поближе, можно понять, что это действительно идеальный вариант, стоит всего-то 340 тысяч. Ну что, так, друзья, я звоню, номер я не буду показывать. Девять человек просматривает объявление прямо сейчас. Алло? Алло, да, добрый вечер, я по объявлению. Да, слушаю вас. Kia Rio, продаете еще? Да, да, продаете, очень хорошо. Ага. Смотрите, а как бы, ну что там с машинкой, все хорошо, никаких проблем? Машина в отличном, прекрасном состоянии, не битая, не красная. Один владелец покупал за наличку, не заложенные, не кредитные, не банковые. Просто продажи очень сроки, из-за покупки жилья, вот из-за этого. Ага. А как там, гарантия еще есть на машинку или уже закончилась? Да, до 18-го года, еще до апреля. А где территориально вы находитесь? Приезжайте в этих химках, так, проведу 14. Ой, еще раз, вы пропадаете. Город Химки, улица Паймера и дом 12. Как-то очень плохо слышу вас, на самом деле, еще раз. Какой поселок? Город Химки, Химки. А, Химки, Химки, ага. А когда посмотреть можно? Ага, смотрите, я сейчас на Новой Риге нахожусь. Если я сейчас подъеду. Я, в принципе, у меня денежки с собой, готов буду, допустим, сразу как-то купить. Да, хорошо, давайте, мы еще только остались в машину, понимаете. Я только 0,10. Друзья, вот, зашел, я с работы просто возился. Ну, а вообще кто-то уже выехал смотреть машину? Ну, слушайте, люди сейчас позвонили, одна парочка. Она сейчас думает, ну, как транспорт искать быстрее и как вам выехать. Ага. А перегонщики звонят. Они говорят, сейчас они найдут тоже транспорт, и минут через 5 меня набьют, и говорят, сразу выйдут ко мне забрать ее. Слушайте, ну, я, в принципе, сейчас на машине, я, как бы, быстро вот сейчас прям могу выехать, просто, как бы, ну, чтобы, там, можете договор уже готовить, буквально, если все по машинке, как бы, ровно, я с денежками приезжаю, торговаться не буду. Я за твою машину вам готов ответить, потому что у меня первая машина в семье, она не битая, не крашеная, без положения, без ремонта. Ага. Да, хорошо, ну, вот, смотрите, я, как бы, готов, там, без проверок, никуда не гонять ее, просто приехать с денежкой и, как бы, уже рассчитаться и уехать. Не, я машину вам не буду так продавать, понимаете, как, вы приехали, отдали деньги, не, сначала идем в ГАИ, там, в сервис, проверим, чтобы она чистая, а потом, чтобы проблем никаких не было, понимаете, как. Не, ну, так почему, я же верю вам, что все нормально. Я готов прямо сейчас, вот, как бы, я тут на аварийстве, стою. И, и когда приедете? Ну, максимум минут сорок, я сейчас домчу до вас. Блин, вот перекупа смотрит на старую жизнь. Я не знаю, ну, давайте с вами договоримся, вас как зовут? Меня Слава зовут. Слава, очень приятно, Слава, давай мы с тобой так договоримся, я сейчас могу ее снять с интернета, дать всем отбой, сказать, что я продаю всем, перекупам, людям, чтобы больше никто не выехал. Вы забронируйте ее под себя и выезжайте ко мне, я вас буду ждать. Ага, а что, как предлагаете-то поступить? Ну, я же могу вам дать свою фамилию, имя, отчество, да? Ну, карточку вы из Бирбаку, где получаете заплату. 34 тысячи, не просто залог оставите, я снимаю вас с интернета, даю всего двое, выезжайте ко мне, что ты тоже шею вас подожду, пока приедете. Вы приедете, смотрите, проверьте, нравится, составим договор, забирайте. Что-то не понравится, залог возвращается вам обратно. Угу. Сколько вы хотите залога? Там 3-4 тысячи, небольшой залог, чтобы это была гарантия. 34 тысячи? Нет, 3-4. А, 3-4 тысячи. Да-да-да-да-да. Угу. Хорошо. Ну, как-то, конечно, вы на моем месте тоже, представьте, так, залог-то отправлять, потом вас не найдешь нигде. Ой, спасибо, что деньги не надо. Я самый бывший военный человек, я 75-го года рождения. У меня из семьи дети, и я с вас спрятаться не буду, потому что я вам даю вам свою фамилию, имя, отчество, и карточку своей Сбербанковскую. Это тоже серьезно, понимаете, правильно. Ну, хорошо. Ну, давайте сейчас буквально 2 минутки, если что, наберу. Да, вот подумайте, позвоните, телефон всегда работает у меня. Все, хорошо. Угу. Хорошо. Как я и говорил, только теперь они поступают еще более по-умному. Черт возьми. Вы представляете, вот сейчас, да, если бы я вам не сказал наперед, вы бы поверили мне, что я предугадаю всю суть. Теперь они подходят к этому... Вы разговаривали сколько? Почти 5 минут с ним. И за эти 5 минут он промыл мне уши настолько, что я, по идее, должен был сейчас поверить. Реально, мужчина в возрасте, то есть он там что-то сказал, что он военный, у него на фоне даже орут дети. Вы понимаете, какое, ну, это доверие для покупателя, пиздец какое. Дети, семья, ну, человек взрослый, ну, нахуя ему заниматься. И всего 3-4 тысячи он просит. То есть вы представляете, что сейчас, вот сейчас ему звонил раз человек, да, 6 часов висит объявление. Звонил раз человек, звонил два человека. Кто-то из этих 169, допустим, даже, вот возьмем статистику, ну, 10 человек позвонило заинтересовало. Хотя, скорее всего, больше, потому что цена среди, даже тут написано. Вот давайте обновим страницу. Сколько там, вот тут выскакивает окошечко? Нет, уже не выскакивает. Ну, вот уже 179 просмотров. Ну, видимо, не сразу. Короче, даже если 10 человек, 20 человек позвонило, из них 10 человек, вот. Сейчас это объявление просматривает 6 человек. Сейчас просматривает 6 человек. Сейчас ему попутно еще будут звонить люди, вы представляете? Вот по 4 даже тысячи каждой, если 10 человек скинь, 40 тысяч рублей просто за объявление, вы представляете? Вот это вот, вот. И человек реально, как я искал, все хорошо, один хозяин, гарантия, хуянтия, ТОшки, у меня семья, я бывший военный, да я взрослый человек, машина в химках, то есть, вот, понимаете, он сначала, сначала не скажет, где машина находится, он спросит, где нахожусь я, чтобы сказать расстояние, чтобы было время, вот это вот, определенное время, чтобы было мне добраться. То есть, если бы я сказал, что я в химках, он бы не сказал, что он в химках, он бы сказал, что он там, где-нибудь, ну, я не знаю, Валтуфьево, еще что-нибудь, ну, я не особо Москву знаю, ну, допустим, да, чисто территориально, где-то в другом месте вообще находится. Вот и все, вот так вот, друзья, вот так вот, и казалось бы, да, ну, 4000, и, понимаете, из-за этой суммы никто даже не будет потом что-то делать, ну, человек просто, и никто не будет заниматься этим, не заявление рассматривать, 4000 рублей, что это, это разве деньги, да? Для кого-то это деньги, безусловно, черт возьми, но, блядь, ты потом нифига не сделаешь, просто ничего ты не сделаешь. Вот и все. И давайте я хочу провести, раз уж так я легко нашел два объявления, буквально сразу, да, одно из них удалили, еще один для закрепа, чтобы вы поняли, друзья. Поэтому я вас прошу, будьте максимально аккуратны. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже знали этот развод. Вот, прямо сейчас ищем еще одно объявление, смотрим по всей России, дозваниваемся и я вам покажу, что примерно одна и та же схема. То есть все придет к тому, что дохуя людей заинтересованы, скинь, пожалуйста, залог, тачка будет за тобой. Он даже предложил не сегодня уже, а до завтра это все перенести спокойно, вы слышали. Еще он очень сильно пропадал, конечно. Ну давайте все, еще одну машинку ищем для закрепа, чтобы вы реально поняли, что это, блять, существует реально прямо сейчас, прямо в 2017 году люди занимаются подобной хуйней. Друзья, ну вы не поверите, но я нашел, я нашел, черт возьми. Форт Мондео, четвертое поколение, рестайлинг в Санкт-Петербург. Эх, родной городок, ну что же нас тут-то теперь в этот раз, смотрим, друзья. Итак, Форт Мондео, без описания, кстати, странно, обычно пишут, что все заебись с машиной, но решил, видимо, особо не париться. Фотографии, снова деревня какая-то лютая, я сейчас попробую поступить максимально хитрый, я не буду говорить, где я нахожусь, спрошу сначала, где. Мне кажется, он будет до последнего спрашивать, где я. Так, он назовет какую-нибудь ноунейм деревню, я ведь реально сейчас не смогу сориентироваться, что ближе. Надеюсь, он назовет что-то очень, значит, это самое, близкое, вот интересно, как он себя поведет. Так, 350 ниже средней цены на 44%, объявление существует 3 часа, 2012 год, 75 тысяч пробега, вот даже смотрим, за 400 тысяч автосалон продает, блядь, 258 тысяч пробега, 10-й год. Дальше, хорошо, такой же год, но машина, блядь, битая, битая вся плохая, этот у нас, конечно, сосочка вообще. Так, 13-й год, тоже какое-то непонятное, правда, объявление. Слушайте, ну, я опять же уверен, опять же уверен, потому что надо смотреть на более, это может быть просто фейками, хотя может быть тоже какие-то разводные объявления, про них говорить ничего не буду. Мы конкретно сегодня про вот этот случай говорим с вымоганием залога. Так, Рольф, так, это у нас продает, вот, например, 430 тысяч, 10-й год. То есть у нас здесь, ну, вы видите, в принципе, даже автору написал, что эта машина, блядь, ну, практически в два раза дешевле, чем она должна стоить. Ну что ж, позвоним, позвоним сейчас. Так, друзья, ну что ж, все, звоним, сейчас попробуем максимально хитро. Я, опять же, уверен на 100%. 9 человек сейчас смотрят это объявление. Давай, давай. Давай, давай, давай. Алло, да, добрый вечер. По объявлению насчет Форд Мондео продается? Да, да, продается. А, подскажите, как вообще машинка, в каком состоянии? Просто цена довольно... Она 12-го года, не пила, не крашеный, не завод, не пила, а она конец 12-го, а я ее правду по 28-го декабря. Конец 12-го года, а вы один хозяин, да? Один-один, два литра, механика. Угу, никаких проблем особых нет, да? Нет, проблем никаких нет, потому что у меня есть хорошие деньги, у меня дышки, чем помнить операцию. Нам сейчас точно надо оплатить операцию. Ну, не знаю, как бы, покупатели из Питера звонили, как бы, вот. Звонят, да, по машинке? Да, да, за крючки хотят забрать. Вот, они даже готовы нам нести по залогу, который надо в больницу перевезти. Ну, вот, мы сейчас все круглые думаем. Ага, смотрите, а вы где территориально находитесь? Город Великий Новгород. Великий Новгород? Да, да, а вы откуда сами? Я из Питера, но, в принципе, сейчас, вот, как бы, ну, не то, чтобы близко к Великому Новгороду, но, вот, в направлении, километров 60 мне до вас. Просто тут... Ну, я вас понял, но я буду летать числом выкинуть дома. А машина у вас дома стоит, да? Машина у меня дома. Ага. Смотрите, в принципе, просто я, как бы, у меня денежки на руках. Я, допустим, могу, там, к 11 часам подъехать. Договор напишем, да я уеду. Ребят, если вы не успеете, потому что, говорим, мы уже с людьми, как бы, договорились, за 300 они забирают, но они готовы нам оплатить тут, как бы, готовы даже на нашу карту перечислить тот залог, который нам надо срочно в больнице перевести. У нас, ну, как сказать, у нас сложнейшее, как бы, ребенок под аппаратом дыхания все слышит. Вот, нам надо срочно оплатить. Ага, а сколько залог? Хорошо, а вам, как бы, не интересен вариант, если у вас за 350 заберу, не за 300, как ребята? Нет, 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 дело не в этом, понимаете, как вам объяснить? Люди, пока мы сейчас в больнице находимся, люди нам сейчас отправляют, чтобы мы здесь оплатили, и мы сразу выезжаем домой, забираем машину, выезжаем на Питер. Вот так, вот, чем дело. Если вы опередите, пожалуйста, мы навязывать не будем, я тоже даю конкретные данные, фамилия, имя, отчество, номер карты. Я человек тоже, как бы, с 54-го года, не какой-то там 16-летний, понимаете, у меня точка, в принципе, можно сказать, не знаю. Так, хорошо, а вы сами где находите сейчас? На данный момент? Да, да, да. На данный момент я нахожусь в Твери. В Твери? Да. А как вы хотите до 11 успеть, до Великого Новгорода? Ну, мы рассчитываем к 11 быть на месте. Мы сейчас, если все, мы уезжаем, мы, ну, в 11-12 так будем. Но сегодня мы на месте однозначно будем. Ага. Так, смотрите, а просто понимаете, ну, тоже поставьте меня на свое место, как бы, залог. Вы хотите 30 тысяч залога, да? Ну, мне люди готовы вот эти 30 тысяч отправить, потому что, ну, знаете, как я навязывать не буду, я даю тоже соответствующие данные, фамилия, имя, отчество, номер карты. Я, как бы, понимаете, я сейчас оплачу поездку, уезжаю, она у меня в облакной. Слушайте, а если такой вариант, например, у меня, как бы, есть знакомые... Если у вас кто-то в Твери сейчас есть знакомые? Да, я думаю, что можно найти. Если они сейчас успеют, пожалуйста, пусть подъедут к облакной. Если не успеют, просто люди сейчас уже будут выдвигаться к банкомату, вот в чем дело. Просто, как бы, если лично, там, под расписку какую-то, хотя бы, отдать вам этот залог. Ну, я не знаю, ребят, если, если они успеют, потому что люди сейчас будут выдвигаться к банкомату, они уже мне адрес, смс-сунули, и все. Если вы готовы опередить, мне разницы нет, не такой вообще-то. Ну, так, за 30 тысяч я сидеть не пойду, я тоже даю фамилии, имя, отчество, номер карты и так далее. Ну, все такое время, что вы меня найдете по одной зарплатной карте, потому что, понимаете, я за 30 тысяч рублей, я не буду. Такого наговорить для своего ребенка в жизни, и я не проклятый отец. Понимаете, у меня беда, я не знаю, что делать. Я и так рискую, либо выживить, либо дочь не выживить, я не знаю, что делать. Ну, хорошо, я вас понял. Давайте тогда сейчас буквально 2 минутки возьму на обдуме и вам там наберусь что-то. Пожалуйста, если у вас ручка листов по другой находится, записывайте номер карты, фамилии, имя, отчество. Ваш залог сейчас поступает, отправьтесь, расскажите, что вы отправили. Все, скидывайте адрес, смс-с, я сегодня же буду дома. Все, хорошо. А тут мы выезжаем к вам, вопрос никаких нет. Хорошо, я вас понял. Ну, хорошо. Через сколько вы меня наберете? Я сейчас подумаю, если что, как бы, если все в силе, я вам наберу, там, номер запишу, вашу карту и договорюсь. Пожалуйста, ради бога, ради бога, пожалуйста. Угу, до свидания. До свидания. Это просто пиздец. У меня просто, блядь, я просто, блядь, в шоке, блядь. Это вообще, насколько надо быть... Насколько вообще, вы понимаете, насколько надо быть бесчеловечным человеком? Просто, я не знаю, это тавтология, но это пиздец, ребята мои. Это просто пиздец. Люди за деньги... Вы понимаете, что, блядь, он говорит? Как вообще можно? Я не знаю, ну, да, он взрослый человек, ну, не знаю, 50-го, там, года рождения, не 50-го, но, блядь, у него по-любому есть ребенок. Он, блядь, говорит, что у него ребенок в предсмертном состоянии лежит под аппаратом искусственного вентиляции легких, блядь, и ему нужна эта ебаная тридцатка или двадцатка, блядь, чтобы спасти ребенка. О чем, блядь, речь? О чем речь? Блядь, какой нахуй Великий Новгород? Почему ты уже в Твери? Почему машина в Великом Новгороде? Какого хуя дочь это у тебя в Твери, блядь? До Питера ближе от Великого Новгорода. Питер мог ее отвезти, это первое. Неужели не найдется у человека взрослого реально кого-то? Ну, родственники, знакомые, ну, блядь, ну, кто-то, ну, не можешь быть одинок. Тридцатка! Это не миллион рублей. Тридцатку, если тебе нужно на операцию. Что ты мне, блядь, пиздишь тут? Вот что ты мне пиздишь? У меня так бомб... Вы понимаете, это уже финиш, я такой хуйни еще не слышал. Он, блядь, говорит, что его дочь просто каркает на свою дочь, что она, блядь, в предсмертном состоянии. Что он, блядь, такой бедный, несчастный. Вот люди уже, блядь, сначала вроде как нормально все, потом люди уже указываются около банкомата, блядь. Это пиздец, это просто пиздец, товарищи. Я не знаю, нахуя это вообще, блядь, финиш. Просто я... Я просто в ахуе. Ну нахуя вот настолько-то сильно это вот это все задействовать? Вы понимаете, он играет на чувствах других людей. Сам про свою дочь говорит такую хуйню. Я не знаю... Это пиздец вообще. И все ради какой-то тридцатки. Ну, блядь, ему сейчас могли уже скинуть столько раз по 30 тысяч. Это пиздец. 298 просмотров. Это просто вот сейчас, просто 24 августа, просто в 6 часов вечера. Я просто зашел на автору и уже нашел 3 объявления. 3, мать его, объявления с вот такой хуйней. Вы понимаете, просто как люди делают бабки. Просто как они... Пожалуйста, ребят, будьте аккуратными. Будьте аккуратными. Не бывает халявы, сыр бесплатный только в мышеловке. Это факт. Пожалуйста, следите за всем, проверяйте все. Будьте аккуратными. Не бывает такого, что тачка будет стоить, блядь, настолько вот дешевле, нежели должна стоить. Это все просто пиздеж с чистой воды. Это мошенники. Я не знаю вообще реально, каким надо быть человеком, чтобы этим заниматься. Тем более говорить такую хуйню. Я просто, знаете, чисто из-за уважения. Я очень сдержанный человек сам по себе. Я хотелось мне ему сказать сейчас пару ласковых, но он все-таки старше меня. Бог ему судья, как говорится. И не мне его судить совершенно. Я вам просто показал этот развод. Он бы просто повесил трубку, если бы я начал гнать. Он все прекрасно понимает. Я не один такой, скорее всего, который звонит. И кто-то тоже не сдерживает, кто-то тоже проверяет. Кто-то понимает. А кто-то доверяет и скидывает эти бабки. Понимаете? Вот в чем весь прикол. Да похуй, блядь, карточку он эту купил. Он эту карточку где-то... Ну, блядь, карточку... Да ёпта, да проблема, что ли, карточку где-то купить. У кого-нибудь бомжа, блядь, спившегося. В том же, блядь, в Питере, куда-нибудь в область отъедь. Человек спился два года назад. У него осталась карточка. Он говорит, слушай, братан, я тебе вот ящик водки принес. Давай мне свою карточку. Мне просто там надо. Я тебе еще процентик небольшой буду скидывать. Все, блядь! Фамилия, отчество... Да нахуй ты потом найдешь этого человека на помойке. Это вообще не его карта. Вообще не его будет карта. Это пиздец, ребят. Будьте аккуратны, пожалуйста. С вами был Булкин. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Если вы в шоке, пишите вообще ваши комментарии по этому поводу. Это пиздец. Я не знаю. С этим причем никак не побороться. Это просто все завязано на доверии людей. И все. Больше ни на чем. Все, ребят, счастливо. Будьте аккуратны. Пока-пока.